Всем приветик, всем доброе утречко. Я собираюсь сделать сейчас гренки в яйце, чтобы хоть какой-то завтрак был, а себе, к этому ко всему, еще и авокадо. Кири с сырочком, себе с авокадо. У Кирюши уже там начались уроки, я себя уже немножко в порядок привела, уже и собак успела выгулять. Сегодня накраситься было немножко сложно, потому что сказали, ну, там где прокол, стараться не краситься, стараться, чтобы туда ничего не попадало, чтобы все было чики-пуки, тру-ля-ля. Да, короче, ну, у меня вроде получилось, и я вроде бы себя немножко в порядок привела. Еще у меня большая проблема, у меня, короче, осталась только максимально крупная соль, и я теперь вот это пытаюсь из самого низу попытаться подоставать, знаете, такую мелкую-мелкую, которая у меня была. Короче, у меня надо соль нормальную. Вот эта крупная соль, она классная, но она классная для супов, для салатов, кстати, тоже очень удобная крупная соль, для мяса. А вот именно для каких-то таких запеченных яичниц или блинчиков она не очень удобна, потому что она не растворяется быстро в холодных ингредиентах. И выходит так, что надо как-то выкручиваться. А еще я сюда добавлю чуть-чуть перчика, ну, чтобы вообще было. Ну, я знаю, что многие такие гренки делают с сахаром. Я с сахаром не люблю вообще. Яйцо с сахаром для меня это что-то невероятно невкусное, поэтому я делаю соль, перец и яйцо. Короче, яйцо в перье. Что делаю с ним? Вы поняли? Потом беру хлебушек, смакаю с одной, со второй стороны и на сковородку. И вот такая вот красота получается. На самом деле безумно вкусно. Потом туда можно любой ингредиент наверх в виде сырочка, в виде колбаски. Я, наверное, с колбаской буду. Думала с авокадо сделать, но решила, что белый хлеб с авокадо не очень, а тостов получилось много. Поэтому у Кири будет с урочком, а мне будет с колбасой. Сейчас у Кири закончится хотя бы один урок, и можно будет позавтракать. Уже закончился? Иди сюда, солнышко, тогда будем кушать. Я приготовила завтрак. Чаёк делать тебе? Так, чаёкчик, завтрак. И знаете что? Утренняя болталка. Тут я сейчас переписываюсь в одном из телеграм-каналов, там новостном. Короче, новость такая, что с могилы украли какие-то вещи. И я, значит, пишу, что надо воспитывать себя, чтобы не брать чужое. Ну, по типу такого. Я не помню уже точно свою переписку и точные слова. А мне отвечают, что людей пытаются, пытались, пытались, не пытаются, а пытались, пытались воспитывать, но ничего не получается. Типа, вы хотите что-то изменить? Ну, я, значит, пишу, что менять нужно не уже то поколение, которое есть, а менять нужно новое поколение. То есть, начинать со своих детей, объяснять, что если лежит вещь, то её брать не стоит. Это не твоя вещь. Даже если она будет лежать 3-4 дня, неважно, не стоит её брать. Или найти для неё хозяина этой вещи, то есть найти того, кто её потерял. Или вообще не трогать. С этой вещью разберутся уже службы, которые занимаются уборками и так далее. А тем более, а тем более нельзя брать вообще вещи... Я не знаю, как у людей руки не гниют, как у людей мозги срабатывают. Брать вообще что-то с могил, с памятников, с ещё каких-то таких вещей, которые вообще тебе не предназначены. Вот меня больше всего бесит, когда на кладбище приносят цветы, а потом эти цветы забирают и перепродают. То есть, насколько уже гнилой мозг у человека, что он может себе позволить взять вещь с могилой. Но вот насколько он должен быть гнилой, насколько его гнило воспитывали, и насколько гнилые родители, которые научили этому своё чадо, которое пришло и украло. То есть, понимаете, даже если это взрослый человек, то его всё равно воспитал кто-то. Потому что каждый взрослый был когда-то ребёнком, и его когда-то воспитывали. И происходит вот этот вот дисбаланс в нашей жизни, что мы не ценим друг друга, мы не ценим другие вещи, мы не ценим то, что принадлежит другим людям. Потому что мы люди, да мы хуже обезьян, реально хуже обезьян. Почему? Потому что у обезьяны мозг нечеловеческий, и она как бы эти вещи делает, но её никто не учит. А мы вроде бы с мозгами, мы вроде бы с умом, мы вроде бы воспитывались, мы учились, мы достигаем каких-то вершин, и всё равно мы гнилые, невоспитанные. И просто-напросто, я не знаю, как назвать людей, которые вот такие вот вещи делают. Начните с себя, ребята, начните с себя. Я не говорю про каких-то конкретных людей, я говорю про общество. Если мы в обществе будем не брать чужое, то не будет воровства, не будет убийств, не будет зависти, понимаете? Вот этого ничего не будет. Лежит эта вещь, пусть лежит. Вот недавно была же у меня ситуация, я тоже на блоге показывала. Лежал телефон на лавочке. Многие люди проходили вообще его, не трогали этот телефон. Потом подошёл мужчина к мальчику, который возле батутов был, и возле этой лавочки, и сказал, тут лежит телефон, если что, то ты проследи, чтобы пришёл хозяин, его забрал. Этот вообще морознулся. Пришли какие-то две барышни, сели, взяли этот телефон, посмотрели его, посмотрели в руках и положили к себе в сумку. Зачем вы его положили к себе в сумку? Это ваша вещь. Она принадлежит вам? Нет. Ну, не принадлежит она вам. Оставьте её на лавочке. Если каждый будет проходить и не брать, то обязательно вернётся хозяин и заберёт его. Нет. Надо прийти, надо забрать, надо посидеть, подождать и всё-таки положить к себе в сумку. Это, ну, это ужасно. Это просто ужасно. Я хочу, чтобы вы написали тоже ваши комментарии по этому поводу, что вы по этому думаете. Если лежит чужая вещь, вы её возьмёте или пройдёте мимо, или взять этот телефон и позвонить на первый попавшийся номер и найти хозяина. У меня так было не раз. Я находила вещь, сразу же звонила. И на первый попавшийся номер я вот часы находила. Я приходила домой, я подключала, чтобы позвонить. Это какие-то там ми-бенды я находила. И потом возвращала их хозяину. Договаривалась, возвращала. Правда, через левое колено, потому что последний номер, который был на этих часах, это был вообще номер ни хозяина, ни друга. Но всё равно нашёлся хозяин, и ему вернули эти вещи. Точно так же у меня было с телефоном. Я телефон теряла, и на его находили, звонили мне, я приходила и забирала. Но не брать и считать, что это уже твоё, и ты такой просто великий человек, нашёл ненужную вещь. Ты не нашёл ненужную вещь, ты украл чужую вещь. Вот в чём разница. Это не находка, это воровство. Находка — это найти там деньги какие-то, которые потеряли, которые 100% никто не найдёт, потому что не будет помнить, где они выпали и так далее. Находка — это, я не знаю, как это ещё объяснить, там носок порванный, вот вы нашли. А более вещи такие серьёзные — это не находка, это воровство. А самое главное — воровать с кладбища. Это к чему я иду, потому что в новостях украли с кладбища вещь. Воровать с кладбища — это вообще просто позор, позор воровать с кладбища. Я терпеть не могу, когда на кладбище приходят и начинают пить, бухать, веселиться, танцевать, столы накрывать. Для меня это дикость, реально для меня это дикость. Если ты хочешь прийти и опомянуть умершего человека, приди, посиди, поговори, подумай. Но не вот эти поляны, мазефака, но не вот эти вот празднования. Это просто, ну, это дикость. Для меня это дикость. Я не хожу на кладбище, ни на какие из этих вот праздников, которые там у нас заведены. Не хожу. Я хожу тогда, когда я хочу пойти и вспомнить человека, когда я хочу с ним поговорить, когда я хочу его опомянуть. Но это не происходит во время вот этих вот всех празднований и действий. Потому что мне дико смотреть на людей, которые приходят на могилу и начинают там веселиться. Поэтому я, вон, всем своим сказала, чтобы у меня не было места на кладбище, чтобы у меня не было памятника, чтобы у меня не было этого ничего, чтобы меня спалили и вот так вот распылили, чтобы никто не приходил и не плевал мне на могилу, чтобы никто не приходил и не воровал то, что буду туда приносить, чтобы не было вот этого вот и не было ни показухи, ни воровства, и чтобы я там лежащая и где-то там видящая себя снизу не говорила, «Господи, за что меня туда закопали?» «Нет, нет и еще раз нет». Короче, вот так вот. Я вам рассказала свою утреннюю взбудораженность, недовольство. А теперь хочу вам пожелать всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе со мной. Хорошего настроения, прекрасного дня, замечательных, невероятных эмоций, мира добра, не болейте. Семочки и лавушки вам. Оставляю Киру за ее важными уроками. Она мне уже вот здесь вот сидит, сидевшая дома, сидит за уроками, и я ничего сделать не могу. Пойду за кислородным отбеливателем, за кислородным стиральным порошком, потому что мне нужно постирать некоторые вещи, которые не остирались. Пижаму, во-первых, попробую отстирать, там еще какие-то штуки. Я, кстати, уже один раз пробовала его, и он достаточно неплохой. Но единственный момент, что он не всегда продается. И в обычных магазинах по типу наших Евы, Простора, Мегамаркета, этого порошка и отбеливателя нет. Поэтому единственное место, куда я могу пойти, это Аврора. Ты только что домой пришел. Ты что, странный? Только зашел в квартиру. Не-не-не, Снег, сиди дома. Я без тебя ухожу. Ты реально хочешь опять на улицу? Ну ладно. Окей. Я не буду тебя тревожить. Иди гуляй. Если что, позвонишь. А почему позвонишь? Потому что он с утра пошел гулять, а потом сам зашел в парадную, но его, видимо, кто-то впустил, и постучался в дверь. Его впустили домой, и он снова просится на улицу. Та-да-да-дам. 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 Давайте только вы тут драться не будете, окей? Идите по разным сторонам. Давай, по разным сторонам. Мы драться не будем. Ты в свою сторону. Где он уже? А ты давай в свою сторону. Все. Разошлись. Как море кораблей. Теперь я могу спокойно тоже убегать пока. Пока он занят другим котом. Кстати, на улице сегодня офигенно. Так, прогноз погоды. Замечательно. Солнечно. Ветрено. Прохладно. Свежо. Тепло. Отличный прогноз. Самый лучший. Пришла я в Аврору, но тут вообще ничего нет. Единственное, что я нашла, посмотрите, какие ненешние штучки на День Святого Валентина. Да, классные? Но, блин, День Святого Валентина у нас совершенно не сейчас. У нас скоро Хэллоуин. А на Хэллоуин вообще ничего нет. Из канцелярии тоже, вы посмотрите, пустота. Просто пустота. Мне вот эти стикеры понравились. Мне кажется, они какие-то полупрозрачные. Хочу взять. Они еще, их можно на доску приклеить. Здесь еще линеечка. Короче, очень даже симпатичная. Я не знаю, что происходит, но такое впечатление, что наш магазин Аврора закрывается. Пустые прилавки на все. Нет, я, конечно, купила то, зачем я шла. Я купила стиральный порошок. Он по сумасшедшей скидке. Там был 99 гривен. Кислородный отбеливатель для цветных тканей. Но пусто. Просто пусто. В чем проблема? И я спросила, будет у вас вообще завоз? Когда-то. Вроде как написано, каждые два дня они только плечами пожали и все. Сейчас хочу зайти все-таки в мегамаркет и посмотреть Кири креветок. Ну, хочет ребенок креветок. Может, возьму ей хотя бы там полкило. Пусть порадуется. Сварю ей. Она вместо семечек их скушает. И настроение у нее поднимется. Потому что у меня сегодня тоже настроение не очень хорошее. Удалила весь телеграм-канал. Прям, короче, у меня сегодня такое, знаете, ни пруха, ни веселуха. Главное, вот это вот все спрятать. 23 номерок. Может, мне повезет сегодня. Смотрите, какие подушки классные, осенние. Прелесть просто. Я вот это думаю, может, балкон свой переделать уже в осенний цвет. Красиво. Но не сейчас. Чуть-чуть похожее. Да, креветки, конечно, цена просто поражающая. Но я, наверное, возьму вот таких вот вареных. Чуть-чуть. Вот такой вот маленький пакетик. Вышел 218 гривен. Еще спагеттини и масло сейчас нужно взять. Вот такое вот. Ну, а теперь можно ответственно забрать снега, если, конечно, я его найду и он никуда не смылся. Снег! Снег! Пошли домой. Давай, пошли, мой хороший. Выходи, выходи оттуда. Пошли. Идем домой. Жарко на улицу. Пошли, я тебя домой заведу, накормлю, напою. Маличка, лайк? Привет, да. А можно свои слова? Вот меня словили. Привет. Здрасте. Ну, тебя я уже не делала сто раз. Жарко. Реально, сегодня как-то очень тепло. Утром было прохладненько, а сейчас уже два часа дня, и так просто ух, курточку несу в руках, пакеты несу в руках, и уже прям чувствую, что вентилятора дома был хороший. Сколько он мне? Три года, по-моему, прослужил без остановочного лета. Ну, пришел в перевозок. Кира сейчас будет в шоке. Пошли. Давай, давай, давай. Залетай. Заходите. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Кира. тебе. Это не вам, собаки. Сейчас прям готовить? Да, я встала. А урок? А я будильник поставила. Молодец. Все, это не вам. Так, ну и что я вообще еще купила? Спагеттини. Наши любимые. Маслечко, потому что у нас закончилась, гигиенические прокладки, спонжики, тоже там осталось парочку. Потом вот такой вот кислородный, но это не отбеливатель, это пляму выведный, я буду русскую. Не важно, как будет, вы поняли. Потом взяла вот этой же фирмы, как я мою ванну и плиту Гэлэкс, но это чисто для ванны и для сейчас я вам скажу, я уже забыла, я уже забыла, для ванной и комнаты и сантехники, чтобы все блестело и было красивенько. Не было такого, решила попробовать, потому что тот мне понравился очень. Посмотрим еще, как этот будет. Стиральный порошок, 99 гривен, 99 скидка, а то был всегда 139-140, 99. Один взяла, пусть будет. Потом еще взяла вот такой вот карандаш, тоже хочу сейчас попробовать все-таки свою пижаму постирать и отстирать пятно от тоналки. Тоналка просто ядерная, реально не отстирывается, так что будем пробовать. Надеюсь у меня получится. Потом еще взяла вот такие вот таблетки для очистки стиральной машины. Тут получается что надо делать? Значит удаляет налет с нагревательных элементов, неприятные запахи, снимает остатки грязи в шлангах, фильтрах и других труднодоступных местах. Беспечны для септичных систем, то есть нормально. Что надо сделать? Одна таблетка на один цикл очищения. Здесь у меня три таблеточки. Попробую, сейчас как раз заброшу, пусть стиралка почистится, а потом как раз в это время все пятна обмажу и постираю уже совсем и посмотрим, выйдет ли у меня отстирать вообще что-либо. Потом еще взяла от Сафи появились новые патчи грин с зеленым чаем. Что они делают? Я не знаю, что они делают. Увлажняют, я так предполагаю. Тут написано увлажнение какой-то непонятно что и непонятно что. Короче, не важно. Просто патчи с зеленым чаем. Мне фирма Сафи достаточно очень нравится, поэтому я решила еще вот такие патчи попробовать. Но зеленый чай по идее должен освежать, увлажнять, очищать и они еще красивого такого зеленого цвета. Боже! Сейчас вам один покажу. Посмотрите какой красивый зеленый цвет. Стилево! Просто стилево будет. ну патчи так я уже туда класть не буду, потому что это будет неправильно. Ой, и пахнет очень вкусно. Завтра будем пробовать или сегодня вечером, не знаю когда, но мне очень нравится. Мне нравится цвет. И они так хорошо прилипают и не такие тоненькие. Короче, крутяк! Крутяк! Слушай, патчами я пользуюсь практически каждый день, каждое утро и я кайфую. А кайфую! И еще взяла там, как Леша говорит, там была просто распродажа, думаю, возьму. пока есть, потому что потом не будет. Это какой-то непонятный карандаш для бровей. Реально карандаш для бровей. Сейчас я распакую и покажу. Тоже, кстати, от Сафи. Какой-то двойной или тройной. в общем, посмотрим. Я не знаю, что это такое. Я только увидела картинку, увидела цену, думаю, почему бы не попробовать, почему бы не купить. Я на самом деле жду, когда там в вроре появится тональник. Мне он очень нравится. Я думаю, если он будет, я возьму в следующий раз несколько. Короче, смотрим, что это такое. Это вот такой карандаш. Мы его открываем. Здесь просто кисточка. Самая обычная просто кисточка. Но здесь нужно его как-то прокрутить. Вот, смотрите, мы его открываем. И здесь еще идет кисточка с, так понимаю, средством для бровей. Вот, цвет очень хороший, коричневый, темно-коричневый, такой приятный. А потом вот этой вот кисточкой растушевываем. Ой, и достаточно стойкий. В общем, будем пробовать. А, тут еще один степ есть. Еще вот такая вот здесь штучка. А это у нас что? Открываем. Ага! Короче, дело к ночи. Это у нас просто кисточка, чтобы уложить, да, подкрасить. Как много всего интересного. Обалдеть! А это у нас кисточка. И здесь у нас еще есть сухой как бы гель. Мы его берем. С моим зрением набрали дофига и больше. Перебрали вообще. это ужас, это кошмар. Можно было совсем чуть-чуть. И точно так же наносим. Вот так. Прикольно! Прикольно! Будем тестировать, будем пробовать. Потом вам расскажу. Как, что, зачем и почему. может быть оно еще и красит брови и оно потом не смывается и вообще супер-пупер. Протестировала, расскажу. Пока пошла варить кири-креветки, потому что там уже водичка закипела и чистить свою пижаму и мыть ванну и чистить стиральную машину. Короче, у меня сегодня день чистки. Я сегодня почистила телеграм-канал, полностью все там удалила. Да, иногда нужно, иногда полезно, иногда важно. Люблю выбрасывать мусор. А теперь буду чистить все остальное. Так наверное влог надо и назвать. Чистим все и всех и вся. Так, креветки у меня типа размораживаются, ну так, я их провариваю в соленой воде до кипения и все, и можно будет их уже высовывать и кири давать. Хочу, а вот этой вот штукой помыла раковину, смотрите, как круто и красиво получилось. Забросила в стиральную машину таблетку, там написано, что нужно на максимальной температуре, на максимальном количестве времени один раз постирать и это делается раз в три месяца, не чаще. Вот, и хочу сейчас, чтобы Кира посмотрела, что это такое. Смотри, я хочу, встань, ну мне не могу с тобой разговаривать, когда ты лежишь, ты вообще в туалет и там закройся. Открой, пожалуйста, это я тебе купила стикеры, но они какие-то необычные. Я думаю тебе на доску повесить и можно будет оттуда брать. Я просто хочу посмотреть, они какие-то типа прозрачные. О, круто. Смотри, какие классные. обалдеть. Офигеть. Угу. И достаточно, ух ты, так они еще и достаточно липкие. Клево, да? На нем маркером писать, скорее всего. Куда я хотела их? Тут еще даже линейка есть. А может, давай, иди сюда. Иди, себе приклей на лоб. Так, а их я хотела вот сюда. смотрите, вот так раз и вот так два. Сейчас, сейчас, подожди, у меня не держатся. Вау, 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 о, на две держатся. Круто. И они такие, блин, прикольные. Я так и догадывалась, что они будут полупрозрачные. Очень клевые стикеры. Классно, Сержа. Так, я тебе там креветки уже подготовила. А? Красота. На. Офигеть, это все. Да, держи. Первую тарелку возьми, положи ее на что-то. Так, половину. А вторая съешь все, а вторая для мусора. Приятного аппетита. Нормально, так нормально. Поела, говорю, доешь до конца. Нет, уперлась, нет, ничего я не буду до конца доедать, будешь ты доедать. А я, значит, попробовала прямо выведник и вроде как чуть-чуть отстирала. Сейчас дала ему еще немножко полежать, чтобы еще, но я руками тру, чтобы убрать вообще все полностью. Потом еще заброшу это все в стиральную машину с кислородным отбеливателем и надеюсь, у меня получится полностью избавиться от всех пятен. Хочу, чтобы Кира сейчас попробовала. Кирюха, а ты уже красилась? Посмотри на меня. Красилась уже? Я хотела, чтобы ты попробовала вот эту штуку. А что это? Это для бровей. Смотри, подожди, дай я покажу тебе сначала. Давай, покажи. Так, повернись. А вот здесь вот кисточка, ты уже открыла, да? Это кисточка для того, чтобы вот здесь вот брать саму жидкость. Но там уже есть, я там уже понабирала. И еще к этому ко всему есть раскрути посередине. Да. Там кисточка вот такая вот. Давай попробуем. Короче, попробуй, пожалуйста, потому что у меня накрашены уже и у меня там сейчас пирсинг мне не очень удобно. А чем ты красишь? А, вот это? Ну, по крайней мере, туда надо наносить, потому что вообще ноль. так ты иной возьми. Растушевку, может быть, надо делать той кисточкой. Ой, куда ж ты за... Я случайно. А, блин, я сама только недавно и так засунула. Да? совсем чуть-чуть, да. А, я поняла? А я случайно, я думала, я ее закрываю. Блин, я не привыкла к такому. Блин. Как я его закрываю? Вот так вот, да. Растушевывается она плохо, ну. Нет, я в плане того, может быть, нужно вот той вот штукой брать. Ну, самой кисточкой. Угу. Вот ее и растушевку делать. господи. Ух, шо це таке, шо я зробила с собой? Блин, оно жестко коричневое. Оно реально жестко коричневое. И оно так гарно наносится прям, оно шикарно. Не, оно наносится, оно реально хорошо. Ну, прям, ну, так аккуратно. Ты мой брежнев. не умываешься, мама, давай. Ты на приколе сейчас? Так мицелляркой возьми. А это вода, шо ли? Может, это краска? Ты шо, ну, прикладывайся, надо мной, я не знаю. Ну, хорошо, хоть ты попробовала первое. Ну, мам, оно не смывается. Ну, мылом возьми. У нас эта мицеллярка, кстати, фиговая. Вот это вот. Она вообще ужасная, она ничего не смывает. Вот это у нас перед этим была мицеллярка с маслом. Она смывала. Это нифига не смывает. Ну, ладно, зайчик, я же не хотела. Возьми вот эту штуку, Кир, вот ту, мочалку. У тебя все получится. краска. ну, смотри, хорошая, стойкая, нормально. А это точно не краска? Я не знаю. Я пойду проверю. Блин, ну, реально, где? Так, что это у нас такое? Не, написано тушь с подводкой для бровей. Не краска. Кирочка, это не краска. Тушь с подводкой для бровей. Так, что это не краска. Почему она туда не смывается? Ну, у тебя круто брови покрасились. Все, можешь так оставить. Нормально. Почему она не смывается? Я сегодня вечером себе тоже намажу, чтобы у меня... Я оставлю на ночь. А утром проснусь и у меня будут идеальные коричневые брови. Выключи, пожалуйста, воду, там уже набралось и пусть она немножко постоит. Не, ну, так покрасили зато у тебя. Они кривые. Капец какие. Ты вообще видишь, что такие вот брови на все лицо? Ты на реку? Я нет. Я заметила. Ты издеваешься? Ну, оно вообще не смывается, мама. Ну, вообще ни капли. У меня брови, блин, на все лицо. Я просто в шоке. Еще бесформенные теперь. Ну, даже пошел покрасил. Знаешь, снизу брови есть такой буршок. Она его покрасила, он все и не смывается. Себе вообще брови нафиг на лосо. Возьми лимоном. Ну, сейчас этого лимоном он, знаешь? Не, серьезно, возьми лимоном. Чтобы я себе кожу пожелаю? Не, спасибо. Твои советы мне покрасить. Покажусь. Я себе тоже вечером сделала. Не знаю, как насчет туши для бровей, но покрасила Кирины брови идеально, если тоже так хочу. Так что я вечером буду красить, но не сейчас, вечером. Почему? Я просто сейчас, понимаете, не могу сильно себе задевать вот эту вот штуку. Вы даже, наверное, некоторые не замечаете. А у меня пирсинг есть, да. Но я специально его делала так, чтобы он был не сильно выраженный. И в то же время я знала, что он у меня есть. Пам-парарам! А я уже в лесу. Время пролетело, полше стола я решила. Почему бы не пойти с собаками в лес? У нас сегодня такой день, когда в парке наши друзья собаки не гуляют. И я, как ответственная хозяйка, когда выгуливаю собак, то я, знаете, как детей на площадку вывожу. То есть для того, чтобы они не только сходили в туалет пописать, покакать, а чтобы они ещё и погуляли хорошо. Когда есть их друзья, мы приходим в наш парк, они там со своими друзьями гуляют. А когда друзей нет, я иду с ними в лес, чтобы они тут в лесу развеялись. Сегодня в лесу так классно, божественно. Да и голову свою надо немного развеять. как вы заметили, я в лес хожу для того, чтобы проветриться, выветрить весь негатив, все плохие эмоции и получить от природы позитив. Ну, собаки тоже получают позитив, кайф и избавляются от негатива. Хотя, какой у них может быть негатив, я не знаю. Ты, Русечка, какой у тебя негатив? Никакого негатива. Все хорошо, пить хочу. Я настолько ответственная хозяйка, понимаете, в кавычках. Я воду забыла. Вернее, даже не так, чтобы я ее забыла, я ее поленилась взять, посчитав, что на улице не так жарко, они не так сильно будут хотеть пить, думаю, с этой бутылкой таскаться. Оставлю я ее дома. Оставила. А теперь они ходят и в каждую баночку заглядывают, есть там вода или нет. Но мы уже практически дошли до водопоя, до речки, поэтому сейчас они попьют, если захотят, еще покупаются. Сделаем огромный круг лесной и пойдем домой. И, конечно же, мы пришли на свое, на самое любимое место. Я скажу так, что у меня есть много знакомых, которые здесь живут уже очень-очень долгое время, и они до сих пор не знают о существовании этой речки и этого места. На самом деле, просто всегда в парке, когда гуляют в лесу, гуляют по самым верхушкам. Что мне показалось, кто-то пробежал. А сюда, чтобы попасть, надо спуститься. И получается так, что если кто сюда не спускается, тот не знает. Но потом, конечно же, подняться в гору. Спуститься проще, подняться сложнее. Но здесь кайфово. Здесь просто ты отдыхаешь. Особенно звук реки, он божественный. звук И, конечно же, звук поездов, он тоже очень божественный, но его я не люблю, потому что в последнее время я начала эти поезда ночами слышать очень-очень сильно, просто ночью. и ты думаешь, а что это такое, это поезд едет, или дрон летит, или еще что-то в этом роде. Короче, чуткие сны сейчас у людей, и совсем не очень все интересно. пошли мы дальше. Шла-шла и нашла у себя в сумке чупа-чупс. Не понимаю, зачем чупа-чупс делают круглым. Мне кажется, если бы он был плоским, это было бы намного удобней. Его под язык положил и все. А тут такая неудобная штука, эта кругляшка. Только так ее можно. Он также совсем не прикольно. Короче, это мне девочка подарила, и вот наконец-то я его решила съесть. Думаю, как раз такое настроение. Прекрасная осень, замечательная грусть. Чупа-чупс должен помочь. Смотрите, какая интересная дорога. налево, направо и прямо. Я прям вот стою здесь и думаю, налево пойдешь, мечту обретешь, направо пойдешь, колечко найдешь, прямо пойдешь, счастье найдешь. И куда его идти, а? Я вообще иду туда. Мне колечко не надо, на мечту я собираю, счастье у меня уже есть, поэтому я иду искать приключений. А куда бы вы пошли, напишите в комментариях. А вот мы уже все дома. Быстро, непринужденно, кто-то пришел приготовил кушать, кто-то пришел принял душ, кто-то пришел решил, папа, 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 не могу выговорить слова. Попрошайничать. Вот, держи. Попрошайничать. Смег, уходи отсюда. На ужин у нас сегодня спагетти с котлеткой, спагетти с колбаской и бабушкины просто невероятные такие вкусные соленые помидоры. Правда, я думала их оставить до зимы, но придется к бабушке ехать за помидорами. Они обалденные. Ну и тогда, ребята, все. На сегодня вам всем чаушки, какаушки, чомочки и точно вот так вот надо и лавушки. До скорых встреч. Подписывайтесь на телеграм-канал МК Крэйзи. Четики скоро открою. Всем пока.